В селе Тургиново Калининского округа прошла презентация культурно-досугового центра Тургиновский, который был открыт в сентябре текущего года. Его первыми гостями тогда стали президент России Владимир Путин и губернатор Игорь Руденя. Напомним, что в ходе посещения села Владимир Путин высоко оценил качество строительных работ и поблагодарил губернатора и строителей за то, что они выполнили их в сжатые сроки. Помещения Дома культуры Тургиновский укомплектованы всем необходимым оборудованием. Концертный зал рассчитан на 200 мест. Здесь размещаются вокальные и хореографические классы, зал проведения мероприятий с кинопоказом, библиотека с читальным залом, благоустроенная и прилегающая территория. Жителям села и близлежащих населенных пунктов, в том числе детям из многодетных семей и семей участников СВО, были представлены виды и направления деятельности нового центра – студии творческого развития. Состоялись мастер-классы по хореографии, хоровому пению, декоративно-прикладному искусству, а также развлекательная анимационная программа. Такие мероприятия призваны рассказать родителям, их детям о том, в какие кружки и секции можно записаться и выбрать новое хобби. Это ваша сказка, флорозная, макушечка-душечка, у меня прям звикольные еще и такие были. Кроме того, на сцене центра прошел творческий вечер народного артиста Российской Федерации Дмитрия Харатьяна. Дорогами любви. Я очень рад, что мы сегодня здесь. Это почетно и ответственно для меня поделился артист. Большое вам спасибо. Я принимаю ваши аплодисменты как некий аванс. Это очень почетно, ответственно и многообещающе. И снова расставайся, когда уйдем со школьного пара. Добавим, что народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян во всех интервью признается, что очень любит Верхневолжье и гордится тем, что является с недавних пор амбассадором Тверской области. Пользуясь случаем, актер пригласил всех жителей на выставку, которая скоро откроется в Москве. Дорогие друзья, я приглашаю всех вас 4 ноября в город Москва на выставку достижения народного хозяйства «Россия», где будут представлены почти все регионы нашей великой и могучей страны, нашего Отечества, в том числе и Тверская область, где я, собственно, сейчас и нахожусь, откуда я вам вещаю. Посмотрите, какие красоты, какой воздух, какое небо, какие деревья, какие просторы, какие водоемы. И все это Тверская область, которую я очень люблю. Продолжение следует...